здравствуйте уважаемые читатели и зрители канала сады и цветы сегодня я в гостях в подмосковном саду елена грешовень мои замечательные подруги и увлеченного садовода и я собираюсь провести вам небольшую экскурсию по этому саду сад этот лесной у елена очень большая коллекция эти нелюбивых растений в том числе всяких тенелюбивых многолетних драгоценностей я их перечислять не буду просто покажу вам потом а также конечно сейчас очень красиво смотрятся клёны в осенней окраски и бересклеты в своем осеннем наряде с плодами яркими и яркими листьями но к сожалению в этом году листья еще бересклетов не окрасились а вот этот клен цвета охры это клен моно достаточно редкий дальневосточный вид на первом плане вы видите аристолохию посмотрите какая яркая сильная окраска у гелени трехлистный настоящий костер белесклет европейский белоцветковая форма смотрите гортензия ванилла фрейс гортензия метельчатая в тени даже в тени у нее вот такая яркая окраска а это лимонник я удивился тому как он бодро ползет вверх по сосне а елена говорит что шире он ползет гораздо сильнее дает очень много отпрысков с ними приходится постоянно бороться а это красные плоды этого лимонника еще одно замечательное дерево с яркой осенней окраской это колопанокс посмотрите какая красивая форма листьев действительно очень примечательная осенняя окраска у елена очень много различных бересклетов она их отбирала в природе по обилию плодоношения по осенней окраске по цвету плодов у нее действительно изумительное количество разных форм однако убил меня наповал бересклет большекрылый вот посмотрите это его осенняя окраска листья практически белая и посмотрите какие у него красивые плоды и по форме плодов по осенней окраске мне кажется этому бересклету нет равных вот этот экземпляр сидит в более освещенном месте и он практически белый белые листья белая осенняя краска это удивительно а рядом сидит другой экземпляр он немножко с розовинкой он сидит в более затененном месте мне кажется это очень интересное растение золотистая осенняя окраска сейчас его огромные лещины елена периодически прореживает ее не очень красивая форма а это коллекция рододендронов который будет расширяться так что этот сад имеет смысл смотрите весной кстати кроме рододендронов в конце апреля начале мая здесь цветут и магнолии а это осенняя окраска недавно посаженного клена ложно зибальдова золото багрянец и пурпур а это гибрид клёна ложно зибальдова и клёна пальматума елена не собирается его укрывать а это пальматум который зимует у нее уже давно без укрытия удивительно клён маньчжурский многоствольное дерево которому уже больше 20 лет и он у нее вымахал уже мне кажется больше 8 метров высоту очень красивая форма листвы листва уже практически опала клён зеленокорый уже тоже опал у него тоже красивые листва красивая синий окраска но конечно еще более красиво его кора такие клёны называют змеекорами это те самые теневые драгоценности воронец белый это дисосма циммоза с синими ягодами а это красные серьги подофила а этот цветает флокс любимец каганова у него немного странная окраска из-за того что сейчас холодно кстати лена внучка как она у елены в саду прекрасный микроклимат об этом говорят и прекрасно зимующие магнолий и вот это гортензия черешковая которая выше десяти метров уже мне кажется и скоро до ползет до верха сосны заморозок здесь уже случился хвоста стоят желтыми а керингишома уже почернела но ее желтые бутончики колокольчики все еще пытаются свести этот цветник елена называет ботанической помойкой что мне кажется совершенно несправедливым очень симпатичный цветник в природном стиле со злаками кровохлёбками флоксами пионами плодоносящая бузина черная огромная с кистями черных ягод конечно этот факт тоже говорит о прекрасном микроклимате участка и еще один интересный клён гризеум или клён серый окрашивается он поздно но он примечательен тем что у него красивые отслаивающиеся коры даже когда он опадет он остается очень и очень симпатичным любоваться таким клёном можно всю зиму удивительно я всегда думал что клен гризеум недостаточно зимостойка для подмосковья но вот у елены он уже около трех метров высотой и растет без укрытия поразительный микроклимат обязательно вернусь в этот сад весной чтобы показать вам цветение магнолий и розодендронов спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание отдачу